Приветствую всех друзей и подписчиков канала Амстаберта. С вами Евгений и Бертуха, которые пытаются спрятаться за углом. Ребят, хотел бы выразить огромную благодарность Александру Ироши, канала Pitbull, собака.ком, Даймон Сочи Степану, за то, что отреагировали на просьбу и сделали видео, выпустили с поддержкой канала Мой Питбуль, Родиона и Ларисы. У них Питбуль Ева, которая попала в тяжелую ситуацию, заболела сильно очень. И с помощью вот этих каналов, которые я озвучил, мы смогли помочь. А самое большое спасибо, огромное тектоническое усилие. И спасибо, конечно же, нашим подписчикам. Они у нас огромные молодцы. Если бы не подписчики, не знаю, как бы ситуация со здоровьем Евы сложилась бы. Бертунь, не гундось. Че ты? Иди сюда. Не говчи. Вот, Бертуха пришла. Берта даже переживала за Еву. Вот, да, Берточка. Расстроенная была. Вы не поверите, серьезно. Она в тот день, когда мы узнали этой ситуации с Евой, Получается, вот вечером мы узнали, весь следующий день Ева и Берта, точнее, прошу прощения. Берта была очень сильно расстроена, была грустная. Она как чувствовала, что с ее соплеменницей что-то происходит нехорошее. Вот. Мы собрали неплохую сумму денежек с нашими подписчиками на операцию Еве и реабилитационные мероприятия. Поэтому, ребят, именно вот друзья, я так скажу, друзья, не ребята, друзья, большое вам огромное спасибо. Вы настоящие хорошие люди. Всем, кто помог, всем, кто откликнулся, подписался на канал. Огромный жирный лайк именно от нас, Бертый. Вы настоящие люди. Именно человек, в понимании этого слова человек. Большое вам спасибо. А сегодня я хочу продемонстрировать вам наш массаж, доработанный. Уже как сейчас мы его делаем. То есть, потому что я каждый день, а я его делаю регулярно, ежедневно, я чему-то учусь, что-то совершенствую, пытаюсь, стараюсь. Поэтому сегодня, ребят, проследуем вот туда, именно туда, коврику, который за камерой находится. Берта уже побежала играться. Уточку, уточку свою он нашла, которую он дербанил. А вон она прям за мной. Вот, ребят, сегодня будем делать массаж. Все увидите своими глазами. Может, кто-то внесет какие-то корректировки в комментариях. Обязательно оставляйте комментарии. Очень важно их читать. Еще раз огромное спасибо всем подписчикам. Вы настоящие друзья, настоящие люди. Огромное вам всем респект и спасибо. Ну, а мы начинаем. Начнем наш массаж. Начинаем, как обычно мы, с распирания позвоночника. Берта это не очень одобряет, не очень нравится ей. Но вариантов у нее особо много нет. Поэтому вот мы проходимся вдоль позвоночника, не по позвоночнику, а по краям. Сбоку, с краю от позвоночника. Берта, лежи, лежи. Лежи, девочка. Всегда пытается убежать. Потом растирающие движения по позвоночнику. Вот, ну все. Сам позвоночник я не трогаю. Я иду рядышком с позвоночником. Я его чувствую кончиками пальцев, но я на него не захожу. То есть, это не нужно делать. Я считаю. И, ребята, огромное сейчас улучшение. Я заметил. Сегодня дома не было никого. С самого утра, с 8 утра, я пришел в 4 часа вечера. Чуть после 4, пол пятого, так скажем. И, точнее, я первый, кто пришел сегодня домой. И обнаружил, что Берта пописала всего один раз. При мне. Причем, когда я просто пришел, она побежала меня встречать. И в этот момент пописала. Все. Весь пол сухой. Не какала, не писала. Она большая молодец. У нее восстанавливаются внутренние органы, я так понимаю. Которые отвечают за именно выделение. Потому что я не врач, не могу врачебными терминами разговаривать. Вот. У нее восстанавливается именно вся система. Атя, смотри, что делает, да? Че, че делает? Че делает? Куснуть меня хочешь? Ну, на, кусни, на, на. Давай ложись уже. Вот у нее игры, игры, игры. Они игры. Ого. Видели? Что творит? Массажем мы занимаемся. Массажем, а не балуемся. Вот. Мы прошли весь позор. Ляг. Да. Приходится бороться вот с девчонкой. Ой, какая неугомонная. Все, 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 все. Ну, на, на. Че, кусать будешь? На, на. Все? Успокоилась? Бер, ты как на камеру начинаешь сразу себя вести интересным образом. Вот это мы все проходим по зону. Ляг, полежи, 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 полежи. Вот. Сопротивляется. Как она сопротивляется? Ну, вот, вот, давай, вот так, пузо тебе. Начешем все пузо. Пузеньку, пузеньку. Все, 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 давай. Продолжаем, Верточка, продолжаем. Продолжаем, девочки, все. Не надо, не надо упираться. Вот, мы прошлись по заноснику. Побороли Берту. Борьба у нас каждый день, ребят. Тренировки не нужны. В плане мне тренировки не нужны. У нас каждый день здесь, мы боремся с Бертой, да? Так. Ляг, 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 ляг. Ляг, ляг. Благо 20 килограмм, да? Был бы теленок 60 килограммов. Это было бы, конечно, сложно уже делать. Лежи, лежи. Стафарширский терьер, лежи. Все, вот мы прошлись. Вдоль своего позвоночника. Пробежались еще раз. Берт, ляг. Пробежались еще раз. Вот, ребят, какая нелегкая тут задача, на самом деле, в этих массажах. Хотя мы делаем их каждый день, и вот каждый день у нас такая катавасия. Мы боремся с Бертой, пока делаем спину. Мы всегда с ней... Так, лежи. Мы всегда с ней... У нас борьба идет. Когда доходим до лап, все, все четко. Но пока мы делаем... Пока мы делаем... Спину, мы всегда подрываемся. Все, 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 все. Ай-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Сустав. Мы его активно растираем. Так, Берт. Ляк. Активно растираем. Таким образом разогреваем. Разгоняем кровь. Тут мы все разогнали, размяли. Берт. Ляк. Вот это вот хуже нет. Начальный этап, когда вот именно я прохожусь по передним лапам и спине. Это мы постоянно делаем. Мне приходится одной рукой держать, другой делать. Так же пульсирующими, давящими движениями мы лопаточку пошевелили. Это немаловажно, потому что Берт сейчас использует только передние лапы. Поэтому это нужно делать обязательно. Вот этим мы занимаемся регулярно, каждый день. Вон, даже я не знаю, на видео будет видно или нет, но прям покраснела лапка, прям навелась кровью лопаточка. Так вот, вот сейчас начнется, ребята, если камера не забьет, это будет чудо. Это будет большое, большое чудо. Потому что мы локтевой сустав массажируем, да, Берт? Все, лежи, девочка. Терпи, терпи. Тебе же будет лучше. Ты, он, уже терпеть научилась. Ты молодец, большая, да. Вот дай поцелуй. Все, все, все. А в рот не обязательно ей французский поцелуй делать, Берт. Не обязательно, нет. О, видели? Вот это больная-то собака. Как скачет. Лежи уже, лежи уже. Лежи, все. Лежи, лежи, лежи. Лапку мы разогрели. Все, все, пальчики сейчас пройдусь только на лапки. Пальчики пройдусь на лапки. Берт. Берт, зря боевой, что ли, занимался? Тебя, думаешь, не заборел? Берт. Все, все, все. Лежи, 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 все. Лежи, лежи, лежи. Вот так вот, ребят. Все. Передние лапы я прожелся. Хотя Берт, конечно, против. Берт, ухо. Ложись, девочка, ложись. Все. Все. Теперь пошли к задним лапам. Теперь заднее бедро. Самая важная, самая главная часть. Ее мы тоже по тому же принципу. Тазобедренную, ребят, не забываем тоже пройтись. Все вот это вот, весь тазобедренный сустав надо также нам размять, разогреть. Девушка, ложитесь, пожалуйста. Ложитесь. Прошу вас. Вы пришли на массаж, поэтому будьте любезны. Будьте любезны. Лежать смирно. И не надо сделать вид, как будто ты очень хочешь спать. Не надо подлизываться. Не надо. Надо просто ровно лечь и не дергаться. Понятно? А через кожу и нос как поцелую. Все. Легла. Чтоб не остыла. Долго нельзя целоваться. Все. Лежим. Потом покажу вам одну приспособу свою. Даже не приспособу, а как вот я стал делать в последнее время. Потому что по-другому не справиться с ней. Вот. Мы все растерли. Прошу прощения, что в такой позе. Но, ребят, по-другому мы тут сами понимаем, нереально. Потому что все приходит сделать на полу. То есть мы растерли все. Все хорошо. Суставчик разогрели. Все мышцы прогрели. Далее разминаем коленный сустав. Это мы все прошлись. Все у нас подогреты. После этого будем мыться. Хотя, в принципе, сегодня можно и не мыться было. Но уже по привычке. Я думаю, что в любом случае помоемся. Хотя, Берта сегодня, я говорю уже, что один раз только пописала. Это огромный успех. Плюс она еще шевелит хвостиком. Регулярно. Это тоже не перестает меня радовать. Это очень классно. Кстати, хотел сказать еще вам про Еву. Сегодня написала мне хозяйка, Лариса, о том, что Ева сегодня уже кушала курочку. Впервые за 7 дней покушала. Молодец. Пьет бульончик. И ни разу не тошнила. Это огромный успех и огромная благодарность еще раз, ребят, за то, что вы не остались равнодушными. Это очень приятно. Вы большие молодцы у меня на самом деле. Кто, если не мы, позаботится о собаках? Да? Большое спасибо еще раз. И вот. Берт. Ляк. Либо сейчас придется вот так вот сделать. С Бертой. Вот так вот делаю. Просто голова с этой стороны. Но я не касаюсь ее. У меня почти... На пятке нога стоит. И все. Начинаем мы разминашку делать. Сделали разминание. Теперь пошли. Мышцу. Просто беру мышцу и вытягиваю прям ее. Вытягиваю. Все. Успокойся. Мышцы набрали. Массу хорошую набирают. Меня прям рад. Я вот беру мышцу уже. Я держу за мышцу. Раньше, когда в этом месте я брал ее, ляжку, здесь натирала. Это получается у нас трицепс. Трицепс ноги, да. Это бицепс, так скажем. Ну и представим, что это. И вот тот самый трицепс, который я называю мышцу трицепсом, ее не было просто. То есть я брал за кожу. А сейчас я чувствую мышца. Вот она идет. Я ее могу потянуть. То есть все хорошо у нас. Начинают мышцы расти. Скоро, наверное, будут уже ляжки опять тереться. Наверное, когда была здоровая, у нее прям ляжки здесь натирала от того, что большие ноги толстенькие. И между ног терлась кожа. Все мы мышцы проходим, проходим. По мышцам ног я прям не жалею ее, потому что я вижу эффект. Поэтому, когда мне пишут в комментариях о том, что там сильно не делать, там какие-то проблемы, не знаю. Я вижу результат, что мышц становится больше, они нарастают. И это меня не может не радовать. Слышите? О! С собакой на улице, Берт, общается. Нет, это огромный-огромный успех. Я считаю, что столько у нас мышц наросло. Вот, мы размяли все. Беточка, лежи, 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 лежи. Ляг, пожалуйста. Все. Будь смиренна, лежи, все. Все. Успокой, голову положи, все, лежи. Все. Все, все. Да пишите, ребята, в комментариях, у кого собака вела в себя покорнее, чем Берта, когда ее жмякают, делают ей массаж. Может, у меня просто Берта такая активная, что она постоянно подскакивает. Ну, вот лапа задняя, говорю, делаю, видите, она лежит. А сейчас мы поменяем позицию немножко. Реакцию. Видите, какая реакция у нас происходит. На каждое прикосновение пальцем. У Берта, если я не знаю, видно на камеру, нет, здесь прям мышцы, прям их видно становится. Их не было ранее. Она подгибает, лапа подминает. Убирает, пытается ногу. Не знаю, рефлекс ли это, ребята, или это все-таки какая-то чувствительность появляется. Возможно ли такое? Напишите комментарий, чтобы появилась в результате упражнений и массажа какая-то чувствительность, либо это просто тупо рефлекс. Не знаю. Я не врач, не могу ничего по этому поводу сказать. Мне интересно мнение ваше. Напишите, пожалуйста, в комментариях обязательно на эту тему. Подушечку мы тоже разминаем. Все, это вот каждый пальчик прошлись. Каждый пальчик. Я не знаю, будет ли видно на камеру, конечно. Я один не могу вот так вот вокруг с камерой ходить, конечно. Было бы, конечно, помощь оператора. Было бы вообще круто. Обязательно сниму такое видео, именно когда оператор будет вокруг ходить, снимать, чтобы показать все мышцы здесь, которые у нее стали проявляться. У нее прям как у бодибилдера перед выступлением. Подсушенная она вся. И видно, точнее, когда бодибилдер подсушен, у него видно каждую мышцу выделяющуюся. Вот у Берти сейчас точно то же самое. Прям стало видно, мышц их не было. Вот, мы прошлись, в принципе, лапку всю, да. Сейчас мы прогладим Бертину лапку. Кровь разгоним. Вот так вот прошлись. Все, теперь у нас следующий момент. Мы переворачиваемся. Берта у нас уходит сюда. И мы занимаемся конкретно с лапой. Разминаем суставы. Нам надо размять, ребят, каждый суставчик. Каждый сустав в лапе нам надо размять. Передние лапы я не трогну, потому что они и так очень хорошо размяты. Она на них передвигается всегда. А вот задние нам надо обязательно разминать, чтобы не было никакого застоя в суставах. Положи лапку. Все, положи. И вот мы начинаем такие вот движения. То есть мы сгибаем пальчики полностью и разгибаем, сгибаем и разгибаем. Вот как у нас пальцы на руке сгибаются, вот так вот. Вот мы то же самое делаем у собаки на задней лапе. Проблемную зону. По 10-15 сгибаем, там уже. Я сейчас уже не считаю, а примерно по времени не знаю, сколько это занимает. И вот мы делаем каждый пальчик. Вот получается, все пальчики согнуты, все пальчики разогнуты. Согнуты и разогнуты. И вот мы вот так вот, такой момент, где исполняем. И так мы скажем, скакательный сустав. Вот, мы разгибаем полностью, разогнули лапу, согнули, разогнули, согнули. И так тоже, 10-15 раз. Вот это все прошлись. Проходимся. Все хочу вам прям показать, без каких-то обрезаний, без ничего. Чтобы прям видели весь наш процесс, как это все происходит у нас. Может кто-то почитает легко, кто-то почитает сложно. Пишите в комментариях, кто как это видит, воспринимает. И так у нас происходит каждый божий день. Мы делаем массаж, вне зависимости от выходной, не выходной, праздник, не праздник. Это надо делать регулярно. Тогда появляется эффект. Начинаешь запускать, день, два, три пропустил занятие. Сразу чувствуется регресс обратный. Поэтому надо каждый день, изо дня в день, желательно два раза в день. Но не всегда есть возможность два раза в день делать. Мы этим занимаемся. И еще, вот, это мы прошлись скакательный сустав, да? Вот это вот именно. Сейчас будем коленный сустав делать, вот эту вот часть. Вот, коленку. Мы его так же разгибаем. Чтобы было видно, сгибаем, разгибаем, сгибаем. И вот так тоже, 10-15 раз, мы стабильно делаем. И работа происходит в таком темпе. Еще, ребят, хотел спросить у вас, что считаете насчет стрима? Как вы думаете, стоит нам провести стрим в этом году? Может быть, на Новый год провести стрим? Напишите в комментариях, кто что думает, у кого какое мнение. Мне очень интересно. Я бы, конечно, с удовольствием провел стрим. Как скажете, ребят. Потому что мнение подписчиков, оно авторитетно и важно. Поэтому, ребят, пишите в комментариях. Буду очень рад вашему мнению. Когда провести стрим? На этой неделе, либо сделать уже на 31-е число стрим, либо на 1-е число стрим. Буду смотреть, читать, кто что желает. Стримы я еще не проводил. Для меня это что-то новое, интересное. И в то же время, немножко даже нервничаю, ребят. Если буду немножко там как-то нервничать, переживать на стриме, прошу прощения сразу заблаговременно. Первый раз это делаю. Вот, мы коленный сустав размяли. Теперь будем выпрямлять ножку. Выпрямили, потянули ножку, согнули. Потянули, согнули. И вот так вот делаем. Тоже раз 10-15. Берта у нас он хочет выйти. Но мы ее, я ногой ее удерживаю. И она, вон, мордаха-то. Покажи мордаху всем. Вон, мордаха лежит довольная. А бывают моменты такие, что она же глаза закатывает. Когда делаем. Так что вот так вот мы и занимаемся. Берк, 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 берк. Не вылазь из-под ноги. Вот так вот мы проделаем. Такой момент. Потом еще один очень важный момент. Мы, я беру, что делаем. Так, ляг, ляг, ляг. Я беру лапу заднюю. Оттягиваю ее. И нажимаю вот сюда, где подушечки. Вот в это место. Прямо между пальчиков. Нажимаю. Чтобы она оттянула назад лапку. Верта любит это упражнение. Кайфует, даже не дергается. Видите? Молодец. Молодец, бера, умница. Вот так вот, очень хорошо. все переходим на следующий этап это у нас что это у нас переворачиваем на обеточка станет вставать мы перевернулись и улеглись все верно теперь находится в этой позиции из этой позиции мы начинаем все заново да все заново да девочка все заново начиная давай поцеловались и все и погнали следующий момент у нас это да это у нас приседание представляю ногу берта не упирается и стоит ребят вообще почти не поддерживаем давай девочка давай покажи мастер-класс как ты всегда делаешь то есть я поставляю уже просто лапы не скользили берта у нас вот такое время может стоять сама полностью сам сам так не убегай вперед и пытаясь ее толкать назад переносить вес именно на заднюю на задние лапы почти я ее не держу сама стыдя просто придерживаю равновесивание вот мои два пальца все делает сама девочка молодец вот так вот мы толкаем назад берточка стоит пытается устаивать ребят у нас огромный прогресс конечно пишите в комментариях я думаю вы все сами видите мы стараемся делаем работаем не сидим на месте вот ребят вот моя рука иди сюда давай молодец умница надо посильнее подталкивать а то она все норовит убежать куда-то вперед выравнивать приходится каждый раз вот мы и вот вот у нас все еще костыли просто ее подталкиваю бок молодец умница очень хорошо давать вот присели встали присели поднялись большая молодец на самом деле ребят я считаю что мы все делаем не зря так же ребят не забывайте подписываться на инстаграм там очень много уже фотографий берты я есть поэтому следите за нами и там почему бы и нет какие фотки там таких я думаю на канале не будет вот так поэтому я думаю самое то подписаться на инстаграм и отслеживать нас и там тоже я знаю что многие люди подписались но еще недостаточно много подписчиков принципе немного подписчиков есть которые на канале они же перешли на инстаграм то есть не совсем много но тем не менее мы все род с берты рада каждому каждому подписчику на берту давай назад чуть назад вот назад отходи чтобы стоять на лапах именно на задних лапах уставить вообще не держу практически этого равновесия придерживаются и толкаю назад я беру то есть вот под задние лапы подляшки и подталкиваю ее назад где-то принципе все сама делает она огромная молодец большая умница очень хорошо делать выполняет ей тяжело ребята очень тяжело это очень сложная работа мы вот шатаемся вот так вот специально делаем в разных плоскостях чтобы нам было удобно но все к сожалению ребята этом хочу закончить и берточка уже устала конечно сильно мы целый час делали массаж упражнения поэтому ребят большое всем спасибо кто с нами кто откликается на мои просьбы вы большие молодцы большое спасибо всем кто откликается на наши просьбы на мои просьбы вы большие молодцы мне очень приятно знать что у меня есть такие друзья берта всегда старается для вас каждый день она пытается победить все больше и больше свои свой недуг но я пытаюсь и в этом помогать как всячески как только могу поэтому ребят большое всем еще раз спасибо спасибо что помогли спасти еву это неоценимый вклад в общее дело ребят хочу вот кто-то в подъезде шарится берта такого не любит не допускает ну а с вами был евгений берта забияка и канал amstavberta всех обнял удачи пока